Крепость Плевна 10 декабря 1877 года русская армия после длительной осады взяла Плевну. Турецкая армия Осман-Паши была разбита при попытке прорыва из окружения и капитулировала. Взятие русскими войсками Плевны стало ключевым событием русско-турецкой войны 1877-1878 годов, предопределившим успешное завершение кампании на Балканском полуострове и поражение Турецкой империи. 24 апреля 1877 года началась очередная русско-турецкая война. Поражение в Крымской войне вынудило Россию провести ряд реформ, которые были осуществлены Александром II в 1860-е годы. Россию удалось преодолеть техническое отставание от европейских армий, да и общая политическая обстановка подталкивала взять реванш у Османской империи. Поводом для начала новой войны послужил подъем национально-освободительного движения на Балканах. В апреле в Болгарии вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено турками. О сочувствии к христианским меньшинствам Турции всегда проявлялось в России. Еще одним поводом стало поражение Сербии в серпо-черногорско-турецкой войне. В России начали готовиться к предстоящим сражениям. Наша страна ставила перед собой задачу вернуть утраченные в Крымской войне территории и поддержать местное православное население. Действовать надо было быстро, так как несмотря на количество превосходства русских войск, турки занимали оборонительную позицию, надеясь на подход английских войск. Флот помочь русским войскам не мог, к этому времени он еще не был восстановлен. В мае 1877 года первые военные операции русских войск начались на территории Румынии. Войска также переправились через Дунай и двинулись вглубь Балкана. Плевна занимала ключевое положение на пути русских войск к Стамбулу. Первая осада Плевны началась 20 июня 1877 года. Крепость была случайно захвачена полусотней казаков, которые разоружили гарнизон. Но турки опередили главные русские войска и вновь взяли город. Попытки сходу отбить город не удались, и русские войска перешли к осаде, блокировав его со всех сторон. В это же время разгорелись боевые действия на Шипкинском перевале. Стратегически важный участок обороняли 6000 русских солдат и болгарские добровольцы. Справиться с защитниками перевала турки не смогли. Активные боевые действия развернулись также и на Кавказском фронте. Здесь русские войска вели успешные боевые действия. Были захвачены крепости Баязет и Ардаган. Заняты города Сухум и Батуми. Четыре месяца продолжалась осада Плевны. Когда у турецких войск практически закончились ясные припасы, армия Осман-Паши предприняла последнюю попытку прорваться. Эта атака была отбита и 10 декабря 1877 года войска генерала Скобелева ворвались в город. Это была катастрофа. Первые и третьи бригады турецкой дивизии Адила-Паши, прикрывавшие отступление главных сил армии Османа-Паши, сложили оружие. Раненый Осман-Паша, потеряв надежду на успешный прорыв, в 13 часов 10 декабря 1877 года выслал русскому командованию своего адъютанта с объявлением о капитуляции. В плен сдались 10 генералов, 2128 офицеров, более 41 тысячи солдат. Во время последнего штурма наши войска потеряли 192 человека убитыми и 1252 человека ранеными. Турки потеряли до 4000 человек. Взятие племны высвободили большое количество войск, которые незамедлительно двинулись в сторону Константинополя. Без боя был взят Андрианополь, но окончательную точку в войне не дали поставить западные державы, которые пригрозили разрывом дипломатических отношений. Александр II принял решение прекратить боевые действия, так как основная цель была достигнута. Турки разбиты и состоялось освобождение балканских народов. В феврале 1878 года в Сан-Стефано состоялось подписание мирного договора с Турцией. Не было добиться полного освобождения болгарских земель, но были созданы условия для дальнейшего создания независимости Болгарии. Падение племны имело стратегическое значение. Турция потеряла целую армию, которая сковывала дальнейшее наступление русских войск за Балканы. Это дало возможность русскому командованию высвободить более 100 тысяч человек для наступления за Балканы, что в целом предопределило поражение Турции в войне. В центральном парке городском, который год подряд встречаются фронтовики. Они больше стреляют в войне. У вечного огня скупые слезы на глазах, полжизни нашей стоят. Их имена уже в веках последние герои. Руку на сердце, голову вниз, в память погибших, спасавших нам жизнь. Руку на сердце, колено склоня, вечная память погибших в боях. Минуты жизни вдруг пролетит в звенящей тишине. Руку на сердце, голову вниз, в память погибших, спасавших нам жизнь. Руку на сердце, колено склоня, вечная память погибших в боях. Вечная память погибших в боях. Мой дед вернулся той весной, пусть скажут повезло. Как в песне тех военных лет, он всем смертям на зло. Кто до победы не дожил, их помнит мир спасенный. Руку на сердце, голову вниз, в память погибших, спасавших нам жизнь. Руку на сердце, голову вниз, в память погибших в боях. Вечная память погибших в боях.